Всем доброго времени суток, с вами Юрий Киселёв и мой канал Post Production, посвящённый всё о постобработке звука и видео. Сегодня мы с вами рассмотрим такой инструмент, как Studio Drummer от компании Native Instruments. В принципе, это уже довольно-таки старенький инструмент, но на данный момент довольно-таки актуальный. В принципе, как для меня и для многих других. Несмотря на то, что я, в принципе, уже им очень редко пользуюсь, но бывает такое, что, в принципе, он во многом выручает. Приступим к его обзору. Помимо того, что есть тут звуки в нём. Вот. Очень удобно у миди-клавиатуры. Изображение здесь классно показывает. Зелёный – это тон, а жёлтый – это рабочий с вариациями. Ну и, соответственно, все остальные инструменты. Также есть палочки, хлопки ладошами, тамбурин и ковбелл. Они где-то находятся здесь. Здесь можно выбрать в этой панельке. Переходим к ней. Каждый инструмент отдельно. Рабочую точку. И настроить микс. Room помещение. Больше или меньше. Задать тон. То есть тюн подстроить выше-ниже. По тональности будет звучать тот или иной инструмент. Как слышите. Атака. Соответственно, hold and decay – это, то есть, ну, грубо говоря, настройки реверберации. Что ещё мы видим здесь? Здесь есть микшер с настройками пресетов. Их мы потом переберём. И также грувы, которые загружены здесь. Мы можем нажать play и послушать этот данный грув сейчас. Можем их перематывать прямо здесь. Переходим к грувам. Они находятся вот здесь. Если мы хотим просмотреть все грувы по разным направлениям и разных вариациях. Выбираем любой металл. Грув 130, допустим. Это темп обозначается. В каком темпе. Ну, и, соответственно, здесь напишется ведущее, так сказать, звено. Hi-hat, ride и так далее. Закрытый, открытый hi-hat. Можем, соответственно, также выбрать. Он выбирается у нас здесь. Всё, остановили. Одна восьмая, на тридцать вторая и одна шестнадцатая. Swing. Вялосити есть. Но я практически не пользуюсь этими инструментами, поэтому больно раскрыто. Ничего не могу сказать. Темп в два раза медленнее, в два раза быстрее можно выбрать. Это что касается грувов. Едем дальше. Опции. Здесь тоже я практически не лазаю. Здесь можно настроить velocity, то есть кривую, как будет звук убывать. Либо приходить. Здесь можно настроить инструмент в той или иной тональности. И randomize есть ещё такая штука. Если мы её нажимаем и выбираем здесь всякие настройки, то якобы он должен быть рандомно выбирать velocity и так далее. И что мы как бы реально думаем, что это играет живой барабанщик. Когда играет живой барабанщик, он же не робот, он же не может играть всё ровно. Всё равно есть сила удара. Она не всегда одинаково точная. И все это понимают мы, все люди. Супер изменения какого-то я не услышал, но мне кажется, оно и есть. Может быть, у меня уши не с того места растут. Но, в общем, кто захочет, тот попробует и послушает. Мне кажется, будет довольно-таки полезный инструмент. И последний – это микшер. Здесь, думаю, объяснять не стоит. На каждый том, вот видите, тамбурин, хай-хэт, снейр, кик. Есть по микрофону. Здесь вы можете нажать соло, либо mute, выключить, прослушать. Выбрать, куда больше будет канал направлен, в левый или в правый. Ну и, соответственно, громкость настроить. Здесь у нас идут настройки в самом начале. Входной микрофон, выходной микрофон и субмикрофон. Также есть у нас такая схема FX, по которой и распределяются все остальные компоненты. Это эквалайзер, мастер-шина, компрессор и эмулятор ленточного магнитофона. Можете выбирать, соответственно, она будет меняться. Четыре выбора. Остановимся на первом. И поехали. Эквалайзер. Я не думаю, что тут стоит что-то объяснять. Все мы его сто раз видели. Мастер-шина с атакой, сустейном, входным и выходным сигналом. Компрессор. Вот, кстати, выключается. Включается таким образом. По компрессору тоже все понятно. И эмулятор записи ленточного магнитофона. На ленту. В принципе, здесь все. Возвращаемся к киту. Послушаем, допустим, чтобы заценить звук. Хотя бы пресеты. Мастер-шина с атакой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, в принципе, все. Хочу сказать то, что я сейчас этим инструментом пользуюсь очень редко. Потому что есть такие ребята, как ToneTrack, которые сделали EasyDrummer 2-ю версию, о которой я, в принципе, расскажу в следующем, скорее всего, уроке. Но хочу сказать, что Native Instruments выпускает довольно-таки неплохие инструменты. И этот инструмент является одним, по моему мнению, из лучших у них инструментов на данный момент. Поэтому скачивайте, смотрите другие инструменты, слушайте, мне кажется, найдете применение им где-нибудь, возможно. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. Буду рад на них ответить. Всего доброго, до встречи!